Дорогие друзья, сотрудники Соломбальской библиотеки имени Бориса Викторовича Шергина в преддверии Нового года предлагают вашему вниманию видеопрезентацию «Самые необычные елки мира». Считается, что обычай украшать елку на Рождество пришел к нам из Германии. Уже в XVII веке путешественники рассказывали о немцах. На Рождество приносят в дома еловые деревья, и на эти деревья кладут розы, сделанные из цветной бумаги, яблоки, вафли, золотую фольгу, сахар и другие вещи. Тогда же появилась традиция рождественских подарков. Они должны были напоминать о дарах волхов, которые те принесли маленькому Иисусу. Вскоре елки стали выносить из-за пределы домов, ставить их на улицах и главных площадях, где шумели рождественские ярмарки. И именно там увидел большую красивую рождественскую ель непростой путешественник, русский царь Петр I, великий реформатор, изменивший в нашей стране буквально все, от одежды до букваря. Царь Петр был так поражен этой традицией, что твердо решил быть рождественского дерева на Руси. В последние дни последнего года 17-го столетия, в декабре 1699 года, царь Петр решил изменить календарь на Руси. Он приказал вести счет лет не от сотворения мира, а от Рождества Христова. Днем новолетия, которое до того отмечали в нашей стране 1 сентября, теперь стало 1 января. Чтобы отметить наступление Нового года и введение нового календаря, Петр приказал пускать ракеты, зажигать огни и украсить хвоей столицу, Москву. Псербурга тогда еще не было. Вот что он написал. По большим улицам у народчатых, то есть богатых домов перед воротами, поставят некоторые украшения из дерев и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых, против образцов, каковы, сделанные на гостином дворе. А людям скудным, то есть бедным, предлагалось каждому хотя бы по деревцу или по ветке на вороты или над хроминой своей поставить, а стоять тому украшению января в первый день. Но русским людям эти европейские правила не очень понравились. Пока Петр был жив, еще кое-как исполняли. А вот после смерти царя все его рекомендации были забыты. В русских деревнях по-прежнему главное веселье разорачивалось на святки. Дни между Рождеством и Крещением, когда по улицам ходили ряженые, дети пили калятки, а девушки гадали. Петербург и Москва тоже от души веселились на святки. Никаких сверкающих хвойных деревьев на улицах ни в домах увидеть было нельзя. Хотя нет, было одно исключение. Ведь в Петербурге жило очень много немцев. И вот они поддерживали традицию ставить и украшать рождественскую ель. Приезжая из Германии целыми семьями, немцы, конечно, стремились сохранить свои домашние привычки и обычаи, в том числе и рождественское дерево. Сохранила эту традицию и одна из самых богатых петербургских немок – Александра Федоровна, жена будущего императора Николая I. Несколько раз она устраивала домашние рождественские праздники с елкой в своих дворцах. А в конце 1830-х годов впервые пригласила на такую елку гостей – петербургских аристократов. Царский пример оказался заразителен и в богатых столичных домах стали наряжать елку на Рождество и устраивать детские праздники. Давайте попробуем заглянуть в петербургский дом накануне Рождества лет 150 назад и посмотреть, что там происходит. Вот кто-то из слуг отправляется к гостиному двору. Купить елку можно там. Их привозили крестьяне из окрестных лесов. Елку тайком вносят в дом. Дети не должны увидеть ее раньше времени. Это очень важно. Взрослые прятали от детей елку с такой же страстью, с какой дети мечтали ее увидеть. Затем елку устанавливают в центре самой большой комнаты в доме. Дерево достают до самого потолка. Собираются все взрослые, хозяева, их друзья, слуги. Именно они будут наряжать елку. К ветерям прикрепляются свечи, развешиваются лакомства, бумажные украшения. Если хозяева богаты, они могут повесить на елку настоящие драгоценности. Под елкой на стоящем рядом столике взрослые раскладывают подарки для детей. Для мальчиков солдатики, барабан, лошадки. Для девочек игрушечная посуда и кукла с настоящими волосами в белом платье. А где же в это время находятся дети? А дети сидят в одной из комнат. Скорее всего, в детской. Им строжайше запрещено входить туда, где устанавливается елка. Конечно, выдержать этот запрет очень трудно. Тем более, что по всему дому растекается такой волшебный хвойный запах. Но вот, наконец, звенит доглажданный колокольчик. Двери распахиваются. И картина «Сияющие елки» для многих детей того времени осталась самым ярким воспоминанием детства. Это был доглажданный и желанный миг вступления в волшебную сказку. После того, как проходило первое потрясение, начинались крики, ахи, визг, прыганье, хлопанье в ладоши. Дети любовались елкой, рассматривали висящие на ней игрушки, разбирали подарки. А в конце праздника наступало то, что нам сейчас даже трудно представить. Дети получали елку в свое полное распоряжение. Они прыгали, набрасывались на колючее дерево, срывали с него сластье игрушки. Кому-то доставался пряник, кому-то леденец, кому-то яблоко. Дети разрушали, ломали и полностью уничтожали бывшую красавицу. Это называлось «рушить елку». Вот так, получается, елочка стояла в доме всего один день, а затем, скорее всего, отправлялась в печку. Но в 1917 году в нашей стране произошла революция. Вместо Российской империи, которой управлял царь, возникло новое государство – Союз Советских Социалистических Республик. Советское правительство стремилось полностью уничтожить все напоминания о старом быте и полностью искоренить веру в Бога. И елка с Ефилиемской звездой, и сам праздник Рождества оказались под строжайшим запретом. Новый год тоже не праздновался почти 20 лет – с 1918 по 1936 год. 1 января был обычным рабочим днем. Рано утром все взрослые уходили на работу, а дети – в школу. Никаких елок в домах не ставили. Иначе можно было бы угодить даже в пюрьму. А вот в конце 1930-х годов ситуация изменилась. Тогда руководство страны решило, что детворе необходимы праздники, в том числе и елка. Но праздник не был связан с религией и верой в Бога. Его перенесли на 1 января и стали праздновать Новый год. Все с той же елкой. В последние дни 1935 года в продаже появились и елки, и елочные украшения. Но как же они изменились? Рождественскую звезду на верхушке, она была шести- или восьмиконечной, сменил символ СССР – красная пятиконечная звезда. Вместо яблок и бумажных роз, на видки стали вешать бумажные или ватные танки, самолеты, домики, флажки. Многие украшения и гирлянды делали своими руками. Пожалуй, советская елка и была первой необычной елкой. Зато теперь каких этих елок только нет. Например, летающая елка. Она каждый год украшает парижский торговый комплекс галерея «Лафаэтт». Крепится к куполу магазина и словно парит над головами покупателей. В 2017 году елка была целиком сделана из воздушных шаров. Эту елку в Париже считают главной. Традиция украшать ее была принята еще более 10 лет назад. Елка неизменно поражается ему роскошным декором и гигантскими размерами. Обычное украшение праздничного дерева посвящается одной тематике. Его размещают под куполом старого универмага в стиле модемн и вокруг него летают тематические предметы. Рождественского настроения добавляет световое шоу, в музыкальном сопровождении которого проходит ежедневно в определенное время. А вот плавучая елка каждый год появляется на озере Лагуа в Рио-де-Жанейро. Это искусственно-металлическое дерево высотой больше 80 метров, весит 530 тонн. В елку монтирован механический колокол, исполняющий рождественские мелодии. В гирлянде более трех миллионов лампочек, которыми управляет компьютер, а по выходным из елки бьется лед. А вот елка-подарок украшает площадь Святого Петра в Ватикане. Это удивительное государство находится на территории Рима, столицы Италии. В Ватикане живет и работает Папа Римский, глава католической церкви, для которой Рождество – один из самых главных праздников. А вот устанавливать елку на площади стали не так давно. В 1982 году польский крестьянин перевез папе Иоанну Павлу II на своем тракторе огромную ель, которая выросла в его угодьях. И как было не украсить ею площадь, так и появилась всеми любимая традиция рождественского украшения площади Святого Петра. Справа елка, а в центре под обелиском – новогодний вертеп. И вот с того года каждый год одно из европейских государств дарит елку Пепе Римскому. А после окончания праздника из древесины этой елки делают подарки для педняков. Самая большая новогодняя елка в мире была установлена в Мехико в 2009 году на проспекте Пассио-де-Ла-Реформа. Ее размер зафиксировали и внесли в Книгу рекордов Гиннеса. Высота елки составила 110 метров 35 сантиметров. Это соответствует высоте 40-этажного здания, а диаметр был 35 метров. Суммарный вес всех металлических конструкций составил 330 тонн. Собирали эту махину 200 рабочих в течение двух месяцев. За это время развесили несколько тысяч огромных игрушечных украшений и электрических гирлянд, общая длина которых составила 80 тысяч метров. А количество лампочек, используемых в гирляндах – около миллиона. В период новогодних праздников Наиль приехала посмотреть около трех миллионов туристов. В праздничных концертах, проходивших на площади, приняли участие 40 хоровых коллективов. И известный тенор Пласида Доминко дал несколько бесплатных концертов. Самая дорогая елка была установлена в 2010 году в городе Абудаби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Это один из самых жарких городов мира и один из самых богатых. Фактическая стоимость самой конструкции елки составила всего несколько тысяч долларов, но ее украшения довели ценник до 11,5 миллионов долларов. На ее ветвях вместо елочных игрушек были развешаны алмазы, золото, жемчуг, сафиры, изумруды. Кроме того, на елку поместили дорогие часы, ожерелье и браслеты. Эта елка высотой с трехэтажный дом стояла в 2011 году на лондонском вокзале Сент-Панкрас. Ее собирали два человека в течение двух с половиной месяцев. Им потребовалось 600 тысяч кубиков, из которых были сделаны 172 ветки. Но о елке посвящены, конечно, сотне книг, мультфильмов, кинофильмов. Спектакли по сказке Андерса на ель каждый год идут в десятках странах мира, и в том числе и в России. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok